Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео мы продолжим новогоднюю тему и сделаем маленькие, искрящиеся новогодние елочки в виде зажимов для волос. Для одной елочки мне понадобится по 50 сантиметров серебристой парчи и зеленой ленты, 45 сантиметров зеленой органзы, небольшой отрезок красной органзы, серебристые бусинки для украшения, также тоненькая цепочка из трасс. Основа из фетра под будущую елочку. Зажим. Размер моего зажима примерно 6 сантиметров. И прозрачная мононить. Для одной елочки мне понадобится 19 острых лепестков канзаши, я буду делать лепестки из двух оттенков зеленой ленты. Если мы делаем из двух оттенков ленты, тогда одних лепестков нам понадобится 10, из другого оттенка ленты 9 лепестков. Делаем двойной острый лепесток канзаши, складываем один отрезок ленты и складываем второй, затем складываем их вместе, формируем лепесток, у основания подравниваем все слои ленты и выравниваем уголок. Кончик скрепляем с помощью зажигалки. Низ лепесточка немного подрезаем, Место среза также обрабатываем зажигалкой. В качестве первой основы под елочку мне понадобится небольшой отрезок атласной зеленой ленты шириной 5 сантиметров. Сделанные лепестки постепенно приклеиваю к отрезку ленты. Приклеиваю чередуя цвета. Третий ряд 3 лепестка. Четвертый ряд 4 лепесточка. Лепестки вклеиваем аккуратно, и плотно друг к другу. Пятый ряд 5 лепестков. Осталось 4 лепестка. Сейчас я возьму зеленую органзу и сложу ее вдвое. Складываю немного неровно и после этого делаю небольшие складочки и скрепляю их с помощью зажигалки. Смотрите продолжение в 3 лепестки. Подклеиваю органзу к елочке. Подклеиваю органзу к елочке. После этого можно вклеить оставшиеся 4 лепесточка. Подклеиваю органзу к елочке. Срезаем лишнюю атласную ленту. Края изнанки аккуратно обрабатываем зажигалкой. Пламя зажигалки у меня практически параллельно самой елочке. Теперь я возьму серебристые бусины и буду вшивать их с помощью прозрачной мононити. Пропускаю мононит через лепестки. Так как по краю лепестков идет серебристая органза, мононит будет на ней совершенно незаметно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пропускаю нить через лепестки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует, Продолжение следует... çoим еще с mintage Hoפר Z Beisle carbone kept Надежно фиксируем цепочку. Таким же образом пришью еще две гирлянды из цепочки. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем оформлять елочку. Органзу я разрежу посередине и сделаю точно такие же складочки, которые закреплю с помощью зажигалки. Здесь понадобится примерно 30-40 см органзы. Теперь подклеиваем эту органзу к елочке. Подклеиваем аккуратно небольшими фрагментами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для украшения макушки елочки я буду использовать красную органзу шириной примерно 12-15 мм, сделаю из этой органзы бантик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подклеиваю бантик. И его я также украшу тремя стразиками. Наношу немного клея и дополнительно прогреваю его с помощью зажигалки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елочки готовы, остается оформить зажим. Основу из фетра я складываю вдвое и делаю небольшие надрезы по ширине зажима. Приклеиваю основу к зажиму. Приклеиваю основу к зажиму. Наношу клей не доходя до краев основы, чтобы при приклеивании елочки он не выступил наружу и приклеиваю нашу работу. Наши нарядные новогодние зажимы готовы, размер одного зажима примерно 7 сантиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова